друзья всем привет нахожусь гостиницы перламер поселки генюки значит покажу в этом видео как же выглядит эта гостиница основные нюансы ну и вы сможете оценить качество данной гостиницы поехали вот так вот друзья и снаружи выглядит гостиница это фасадная часть которая выходит на противоположную сторону пляжа дороге которая проходит возле гостиницы ну и вот такие вот виды из гостиницы и так первое с чем мы разберемся это с расположением данного 1 значит отель данный расположен поселочке генюки на первой линии примерно в 50 километрах от аэропорта это означает что групповой трансфер будет составлять примерно плюс минус 1 час все зависит от того количества отелей которые у вас будет по пути и так как это регион кемера то вся дорога от аэропорта до отеля будет радовать вас потрясающими видами горного массива олимпус бей даглары за отелем большой инфраструктуры нету но есть ряд магазинчиков небольших где можно купить различную мелочевку сувенирную продукцию ну в общем если нужен хороший шопинг то все-таки придется поехать в кемер либо анталью смотрите друзья значит гостиницы в лобби есть вот такой вот аквариум с рыбками он небольшой но все равно как бы среди всех гостиниц которые я посмотрел на анталийском побережье только одна гостиница имеет такой вот аквариум так смотри друзья санузел в стандартном номере у нас есть небольшая такая ванная неглубокая имеется ввиду с душем скромная косметика что-то здесь есть фен 10 вот так выглядит номер гостиницы значит есть кровать френчбет есть отдельная кровать 1 спальня есть небольшой телевизор так посмотрим что у нас в мини-баре в общем скромный очень мини-бар есть либо две водички и два сока балкон балкон нормального размера в принципе есть вешалкой для сушки одежды ну и потрясающий вид на горы которые подступают непосредственно прямо в поселку гвинюк и частично боковой вид на море и вот сейчас вам показываю друзья территорию гостиницы зеленая территория есть много деревьев сосан я смотрю здесь с утра сразу проводилась чистка территории то есть все дорожки мокрые значениях моют есть газон вот обслуживающий персонал работает убирает следит за территорией приятная территория небольшая кстати поэтому вам не придется ходить по 200 300 метров от номера на пляж до однозначно плюс всех этих деревьев если выбираем эту гостиницу для отдыха в июле в августе дальше вот мы видим бассейн в этом бассейне секция для деток вот маленький ребеночек годика 2 и и здесь ей получается ну сантиметров 30 40 40 сантиметров глубина бассейна с левой стороны у нас есть пара горок так что детям постарше можно будет покататься на горках вот так вот выглядит территория гостиницы если смотреть на нее из пляжа опять те же самые красивые виды на горы которые подходят прямо непосредственно поселочку генюк пляжная полоса сейчас покажу пляжную полосу показываю пляж как есть у нас деревянная дорожка значит сам пляж начало пляжа мельчайшая галька показываю как она выглядит это не песок друзьям это галька дальше входу она немножко крупнее буквально 3 метра как он выглядит перед ходом галька принципе она такая же до самого ухода буквально после четырех трех метров если зайти водичку там уже будет галька покрупнее но это еще не крупные убили тебе там гораздо крупнее до пляжная полоса принципе не самая широкая шезлон и зонтики есть пластиковые шезлонги есть матрасы мягкие накрытие над шезлонгами зонтиками дышащие поэтому сильно парить не будет под этим накрытием в общем вполне нормальный вариант принципе для экономного отдыха в регионе кемер поселочки генюк и пока вы смотрите на красоту которая окружает отель пэр ла мэр расскажу вам о нескольких важных моментах по данному отелю итак первый момент это самый главный плюс данного отеля что он расположен на первой линии сразу на берегу моря второй момент это самый дешевый отель поселке генюк на первой линии а вот этот момент является и плюсом и минусом данного отеля плюсом это том что многие туристы могут позволить себе отдых в этом отеле а вот минус прямо отображается на питании на сервисе и на качестве данного отеля и если вы хотите чтобы сервис был лучше номера были качественнее а питание было разнообразнее вам нужно добавить к вашему бюджету примерно 200-400 евро и выбрать другой отель но если вы выбрали этот эконом вариант для своего отдыха вам нужно объективно воспринимать сколько вы за него заплатили в соотношении с другими возможными вариантами отелей чтобы вам не казалось что отдых в данном отеле плохой он просто соответствует своей стоимость в общем друзья напишите в комментариях под видео ваше мнение по данной гостинице если вы здесь отдыхали напишите по питанию какое качество питания какое разнообразие блюд как вообще с персоналом и служащим как он относится к гостям гостиницы я думаю всем будет полезная данная информация